Добрый день! Знаете ли вы, что в каждой стране, помимо красной книги, в которую вносят редкие исчезающие виды, охраняемые государством, есть еще и черная книга? В этой книге перечислены и описаны в основном инновационные виды, то есть виды, распространившиеся в результате деятельности человека и на сегодняшний день угрожающие местному биологическому разнообразию. Так в Соединенных Штатах в черных списках был занесен наш с вами любимый древогубец круглолисный. В Норвегии собачья роза с успехом вытесняет многие аборигенные виды. В нашей стране также есть немало растений, которые, попав к нам, настолько вольготно себя почувствовали, что причиняют неудобства не только местной флоре, но и человеку. К такому виду можно отнести борщевик сосновского. Прибыл борщевик из теплого Кавказа. Несмотря на смену климатической зоны, ему понравилось на новых территориях. Он оказался крайне морозоустойчивым и выносливым. Вы спросите, как такое растение могло попасть к нам? Как преодолело такое расстояние? Все очень просто. После войны нужно было поднимать хозяйство и кормить страну, а борщевик был и остается высокопродуктивной и устойчивой культурой. Специалисты того времени рапортовали, борщевик сосновского способен формировать надземную биомассу до 2000 центнеров на гектар. Или так, непревзойденной силосной культурой является борщевик сосновского. Зеленая масса его богата сахарами, витаминами и содержит антибактериальные вещества, а самое главное, по продуктивности она в 3-4 раза превосходит другие культуры. И это действительно так. Здесь нет ни слова ни правды. Так, в 1947 году началось торжественное шествие борщевика по России и союзным республикам, а также по странам соцлагеря. Его сеяли на полях, как силосную культуру, высаживали вдоль дорог, особенно там, где желеную трассу часто переходил скот или дикие животные. Но ни одно животное в здравом уме не пойдет на пролом через борщевик. Однако вскоре выяснилось, что специфический запах борщевика сохраняется в мясе и молоке животных, а при наличии других кормов скот вообще отказывается есть силос. К тому же ожоги, полученные людьми, в результате неосторожного контакта с растениями не добавили ему популярности. Где-то в 80-е годы борщевик окончательно перестали культивировать. Думаю, что введение в культуру борщевика было оправдано тогдашней экономической ситуацией, и в этом нет ничего криминального. На тот момент он полностью выполнял отведенную ему роль. Однако в том, что борщевик вышел из-под контроля и на сегодняшний момент внедрился в естественный растительный покров, подавляя и вытесняя природные виды, виноват сам человек. Не было контроля над распространением борщевика. Он до конца не был изучен. Даже гербариев, по которым можно было изучать это растение, почти не было. Никто не хотел с этим связываться. Все это привело к тому, что в 70-е годы бесконтрольное распространение борщевика приобрело массовый характер. На сегодняшний день борщевик занял и освоил большие территории. Если на северо-западе под борщевик изначально было выделено около 1000 гектар, то спустя всего 50 лет, по данным на 2013 год, он занимал более 100 тысяч гектар. И только в 2012 году было принято решение и выделены средства на борьбу с борщевиком. Но под эту программу попадают сельхозземли и обочины дорог, а наши с вами садовые участки, увы, нет. Поэтому давайте разберемся, что за зверь такой и как нам с ним бороться. У себя на родине борщевик растет в лесной зоне, предпочитая солнечные открытые поляны и опушки. У нас борщевик встречается по обочинам дорог на заброшенных территориях. Иногда его можно встретить вдоль водоема. Ни пологи леса, ни возделанные территории его практически не интересуют. Растение предпочитает солнечные места, мало используемые человеком, слаженной и плодородной почвой. Интересной особенностью борщевика сосновского является то, что размножается он исключительно семенами. Вегетативным способом он не размножается. Однако и этого достаточно, чтобы стать агрессором. Одно растение борщевика сосновского дает порядка 20 тысяч семян, которые не теряют свою скорость до 5 лет. Корневая система борщевика уходит на глубину до 3 метров. Все это звучит угрожающе и мало обнадеживающе. Но поверьте, все не так страшно. Существует несколько методов борьбы с борщевиков. И все они достаточно эффективны. Первое. Профилактические мероприятия. Почвы должны быть обработаны и используемы. Даже если вы только купили участок и пока не решили там строиться, не бросайте его без присмотра. Еще раз повторяюсь, борщевик не очень любит оккультуруемые почвы. Второе. Если у вас единичные экземпляры на участке случайно занесло с обочины или привезли вместе с землей, то берете лопату и аккуратненько выкапываете борщевик. Пусть большой корень вас не смущает. Самое главное выкопать его вместе с корневой шейкой. Именно там находятся спящие почки. Как правило, корневая шейка находится не глубже 30-40 см, ниже уровня земли. Третье. Можно регулярно косить борщевик, не дожидаясь, пока он зацветет. Любые растения с большой листовой массой не любят к себе такого отношения. Однако, как мы говорили, борщевик крайне устойчив. Растение при таком подходе проживет около 10-12 лет. Если честно, то перспектива не самая радостная. Четвертое. Четвертый метод – это обработка гербицидами. Но и здесь есть свои нюансы. Один из них, нужно помнить, что все наши гербициды действуют только на само растение. На семена, находящиеся в почве, они никак не влияют. Поэтому за один раз у вас ничего не получится. Через какое-то время взойдут семена, находившиеся в почве. Настраивайтесь сразу на несколько обработок. Еще один нюанс. Наша нелюбовь и страх к этому растению приводят к тому, что мы пренебрегаем инструкцией и даем двойную, тройную, десятерную дозировку. Это в корне неправильно. Как действует гербицид? Попадая на зеленую часть растения, он впитывается и по сосудам попадает в корневую систему. Это не очень быстрый процесс. На обычных сорняках это занимает около недели. У борщевика до месяца. А что происходит, когда мы увеличиваем дозировку? Мы убиваем наземную часть растения еще до того, как корень получил свою порцию яда. Таким образом, на следующий год мы боремся с теми же самыми растениями. Третья ошибка является то, что мы сначала скашиваем сорняк, а потом только применяем гербицид. И этим самым мы уменьшаем его эффективность. Ведь по большому листу попасть куда проще. Оптимально обрабатывать борщевик сосновского в тот период, когда он вырос до колена. На этом все. Хотя нет, если я вас не утомила, займу еще несколько минут. Очень часто в интернете, к сожалению, по центральному телевидению проскакивает информация, что борщевик сосновского в молодом возрасте очень полезен. Что из него можно готовить борщ, добавлять в салат и так далее. И так далее. Действительно, по одной из версий, борщ получил свое название из-за того, что когда-то борщевик был его основной составляющей. Однако речь идет о борщевике сибирском, а не о борщевике сосновского. Не путайте. На этом все. Надеюсь, мы были вам полезны. С удовольствием услышим ваши способы и методы борьбы с борщевиком. Подписывайтесь на канал. Оставайтесь с нами. До новых встреч.